Сцена вторая перейдёмся в королевский дворец. А вот сама королева. Королевский дворец. Маленькая вредная королева со своим профессором обучалась правописать. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах. Ну ладно, диктуйте. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сень к нам летит. Сень к нам летит. Ну ладно, хватит. А теперь расскажите мне что-нибудь интересное. Ну, про времена года, чем каждый сезон интересен. Для обычных подростков, таких как я. Что-нибудь интересное? О чем же? Ну, не знаю о чем-нибудь про место, где ребята профессию получают. Ведь сегодня уже осень, а за окном так тоскливо. Хочется чего-нибудь, может профессию получить, а то все королева и королева. Хорошо. Год, Ваше Величество, состоит из 12 месяцев. Но все воспитанные студенты знают, что учебный год начинается в сентябре и длится по июлю. В самом деле? Да. Вот, например, есть одно в нашем месте государство. Называется Серовский политехнический техникум. И каждый год в одно и то же время, сентябрь, октябрь, ноябрь, осенний месяц, все его в ПСПТ профессию получают. И с друзьями в авиации. Ей встречают торжественными линейками. День здоровья ей проводят. Различные городские мероприятия. Знакомят студентов с законами, правом и обязанностями. Потом наступают декабрь, январь и февраль. Зимний месяц. Во время них у студентов бывают самые разные праздники. Это и мисс СПТ, и новогодние приключения, и каникулы, и, конечно же, день самоуправления. Еще различные мероприятия при урочении праздников защитников отечества. Постепенно наступает весна. Марк, апрель, май. Весенние месяцы оставляют память в сердцах всех студентов в различных курсах. Студенты-старшекусники празднуют последние звонки. Представители ее класса и мастера выступают, рассказанные о своем вечерном целье. А в мае по студенческой традиции проходит городской фестиваль «Студенческая весна». Там ребята показывают все свои умения и творческие задумки. Июнь, июнь, август. Это летние месяцы. Старшие курсы с успехом защищают свои дипломы, проекты и празднуют выпускной. А потом наступает веселое время летних каникул. И никогда не бывает, чтобы вручение дипломов проходило вперед дня самоуправления, выпускных экзаменов и других традиционных мероприятий. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил выпускной? Это невозможно, Ваше Величество. А если я из-за закон не поставлю большую печаль? Это не поможет. Проявлять ли это нужно Вашему Величеству? Ведь каждый год сезон приносит свои подарки и собаки. Декабрь, январь и февраль. Подведение токов за первое полугодие. В марте мы отправляем самую красивую девушку на конкурс «Красавица-студентка». В апреле наши студенты защищают проекты и таким образом занимаются саморазвитием. А в мае проходит «Студенческая весна», самый веселый студенческий праздник. А я хочу, чтобы уже была весна. Я очень люблю праздники. Допустим, фестиваль. Я никогда его не видела. Хочу праздников. Хочу увидеть студентов. До студенческой весны осталось совсем немного. Всего с зимней сессии еще пару месяцев достойной учебы и несколько традиционных мероприятий. Да? Но я не хочу ждать. Ваше Величество, но приказы Министерства образования еще никто не отменял. Но как же устав техникуму? Я издам новый указ. Садитесь и пишите. Травка зеленеет. Солнышко блестит. А в нашем королевском политехникуме распустились весенние цветы. Чувствуете весной запах? Весна! Да, да! А значит, фестиваль свой пролетом. Посмотрим на студентов. Нас во всей красе. Почему? По всему повелеваю. Я дам всем, кто меня повесит, о чем-нибудь научит студенческий билет. И я позволю им обучаться к нашим политехникум. Написали? Да, конечно. Они же какие хитрые. Сами вам профессии получают. Обучаются. Еще кто терпит. А я чуть все королева и королева. Уф! Тяжестно приказ записать. Пойду на опять в столовку. Почки пожую. Ну, Ваше Величество, это невозможно. Дайте сперва, я подпишу. Ставьте печаль. И позаботьтесь о том, чтоб все первокурсники в моем королевстве знали мой указ. АПЛОДИСМЕНТЫ Цена третья. А в это время в Серовском политехнике даже курсники примены и развлекались. Оранжевый плюз. Я не успеваю, но и не тороплюсь. Еле дыша, катится шар. С веки на ветку не спешат. В правый кону провалился в афальт, Ты не дождался, очень жаль. По улице злой, маешься злой, С кем ты сейчас только не со мной? Жара, жара, жареное солнце больших городов. Жара, жара, жареное солнце. Солнце забыла, дома часы, По телефону прощения просить. Сегодня, вчера и завтра с утра, Завтра с утра и обед до утра. Жара, жара, жареное солнце больших городов. Жара, жара, жареное солнце. Приказ! Ну, приказ! Слушайте, слушайте! И не говорите, что не слышали! Всем активистам СПТ поручается По первому курсу пройти, В актовом зале собрать, Объяснить им, что надо себя королеве показать. Она фестиваль, точнее, по нашему посвящению студенты объявила. 18 октября в конце учебного дня придет в СПТ. Билеты студенческие вручает. И чай к королеве! Ура! Первый курсникам пойдет! Билеты студенты, а в это время Старшекурсники устроили свое совещание. Вы представляете, где справедливость? Для первого курса праздник объявлен. Они, значит, на сцене выступать будут. Им, значит, все аплодисменты почести. А мы все не нужны, значит. Типа наш праздник теперь только выпускной. Ждите, мол. Не бывает, я думаю, и точка. Давайте тоже под первый курс переоденем. Мы еще покажем этим салагам. Ха-ха-ха! Параллельные миры кидают нас из стороны. Все равно мы не ждали подобного гонора по опыту. Без нас и наши имена были подобно городу. Отойдя подальше, все равно поезда уезжали, уезжают. И друзья в другие стаи. Мы определяем все всегда. У кого своя судьба, тот теряется. Наверное, ни во что не ставим. Это время бесконечно. Так иначе. Потеря дружеского состояния, обаяния у нас утратила подобность. Или обвинять, поставить ли мы неправе, отправлять их по силенной миле. Или мы будем делать все по обстоятельствам. Начнем все с самого уборствовать в своей судьбе. Параллельные миры кидают. Мы будем взорваться в порядке, в порядке, в порядке. Увидим, мы исправим, что я не забуду. Столько зал, сколько стрела толпа. У видово мне лоха, но все не так, это неправда. Но я собрался силами отомстить и победить своих врагов. Всех бесполезных и тупых в свою мечту копать совсем несложно. Ты лишь закрой глаза и представляй. И помни, это все в твоих руках. Очнись, подними резину, будь золотой, и уплотнись. Что могло бы быть, что могло бы стать нашим параллельным. Систему нужно уравнять, уступать, понимать. Никогда не убивать. Все, что нужно для начала, надо знать. Диалоги, монологи, разговорные, нотации, ситуации, даже нации. Понимать не каждому дано. Больного человека понять не каждому дано. Вы первокурсники, что ли? Да! Чего я вас на места не пускаю? Пускаю! Пускаю! Ну-ка идите-то сюда. Вы же совсем не первокурсники, вот ты на этих выходных на хит-хоп выступал, и ты же выиграл, ты же Лёнь, как робот. Лёнь, как робот. Лёнь, как робот. Лёнь, как робот. Кто танцует лучше всех? Я. Боюсь. Кто по дурникам ответ? Я. Боюсь. Ну ладно, я знаю, куда вас наш праздник запихнуть. Вы же всё тут и всех знаете? Да, я знаю. Вы будете что-то типа жюри, номера первокурсников оценивать. Дорогие мои, уважаемые, давайте всё сделаем цивилизованно. Во-первых, не запихнуть, а определить почётное место. Прошу вас. Аплодисменты. Аплодисменты. Мы тут подготовили перевопушники и решили, что наши старопушники, ну и просто так не проходящие, не просто проходящие годы, выносить свой вердик. Достойно любым быть нашими студентами. И для этого мы им раздали что? Покажите. Вот такие волшебные таблички зачислены или не зачислить вас всех. Наша администрация, они уже решат, достойно ли быть нашими студентами или не очень. Итак, давайте давайте разделяемся. А у нас сцена шестая. Мы подпишем студентами открываем. В фестивале все номера показывать повелевали. Ну что, готовы первый год? Готовы? Да. Не слышу, готовы первый год? Да. Ну а кто самый смелый у вас? На эту сцену приглашается группа номер двенадцать. Встречаем, будем ли аплодисменты? Аплодисменты. Аплодисменты Вы готовы один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА